Доброго времени суток, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами зайдем на вновь открывшийся проект, который, как вы можете заметить, называется Sunrise Altis Life. Ну и, наверное, для галочки упомяну, что построен данный проект на базе игры Arma 3 и находится в режиме Roly Play. Наверное, также надо добавить, что я очень скептически отнесся к данному проекту, когда увидел информацию об его открытии. Когда зашел в группу ВК, я прочитал, что, как всегда, написано «Мы погрузим вас в старую добрую атмосферу Roly Play Altis Life». Ну, а этими словами обычно прикрываются те, кто не может ничего сделать со старой сборкой. Естественно, зайдя сюда, я уже был настроен на то, что мы увидим какое-то старье. Но, оказалось, совершенно нет. Нет. Да, забегая вперед, скажу, что проект не является каким-то прорывным, но, тем не менее, это и не Нафталин. Ну, давайте обо всем по порядку и подробно. Перед нами карта, на которой древние иконки, но новые текстуры. Ну и вообще, карта выглядит как-то не очень стандартно. Давайте заходить на сам проект и смотреть. Естественно, что выбираем город Кавала. Он, скорее всего, будет центральным городом, ну и так называемой столицей. И, в свою очередь, столица данного проекта встречает нас вот таким вот видом. Сразу же бросается в глаза, что столица Кавала переделана. И надо сказать, что переделана она неплохо. Видно, что разработчики умеют работать с картой. И, в общем-то, такой перфекционический подход ко всему. Но есть и косячки. Первый косячок, это еще видно, что нестабильный проект. Он только открылся. Есть какие-то проблемы у разработчиков. Так, в какой-то момент, например, включилась ночь. Просто так вот я только зашел. Буквально две минуты постоял. И включилась ночь. Постоянно почему-то ругается ТС. Ну, проект только открылся. Видимо, идут какие-то доработки, допиливания. А в целом, я бы сказал, что выглядит вот это вот, то, что мы сейчас видим, очень даже неплохо. Видно, что выбраны объекты, которые не нагружают проект. Но, тем не менее, они подобраны как-то вот очень классически и выверено. Я бы, наверное, это назвал вот так. Нельзя ткнуть пальцем и сказать, что вот это здание сюда не подходит. Я был как-то на проекте Иркутск. И вот там, например, заходишь в Ковалу, а там какой-то винегрет из разноцветных зданий. Здесь все как-то выверено классически. Все прямо подобрано одно здание к другому. Ничего не выбивается. И это действительно сразу же бросается в глаза. Невозможно не заметить хорошую работу разработчиков, по крайней мере, по маппингу, дизайну и архитектуре. Переработано не только Ковалу. Переработано много городов. Но в дальнейшем мы это рассмотрим. Какие добавлены города, как они сделаны, как это выглядит. Все мы это посмотрим. Ну а пока начинаем рассматривать проект более подробно. И, наверное, вы уже заметили, что изменено меню банкомата. Мелочь, а приятно. Но давайте идти дальше. Может быть еще есть какие-то изменения. Магазины, надо сказать, разбросаны по всей Ковале. Ну такая, достаточно старая, древняя такая схема расположения магазинов. А вот игровая механика геймплея и взаимодействие с окружающими магазинами, торговыми точками и так далее в корне изменена. Ну может быть не в корне, но тем не менее изменена. И сейчас мы этого коснемся. Ну а пока то, что представлено в магазинах. Ну и я сказал, что проект в принципе не является каким-то прорывным. Есть изменения, есть какой-то интересный дизайн, есть интересные решения. Но что касается магазинов, все, что здесь изменено, это цветовая палитра. Ну и добавлена корзина, которую я всегда подчеркиваю, что с корзиной играть гораздо проще. Сначала набираем в корзину, ну а потом уже покупаем или удаляем из корзины. Не надо все время перезаходить. Ну а так в принципе вы видите, набор одежды достаточно стандартный. Есть бренды этого проекта, но на одежде, на дизайне одежды это никаким образом не отражается. Переходим в следующий магазин, коим является универмаг. Ну и выполнен он все так же. Стоит анимированный бот, мы к нему подходим, взаимодействуем. Набор продаваемого товара стандартный. Я на самом деле уже и не помню. Наверное, кроме сборки MyLife в универмаге ничего другого мы и не можем увидеть. Только на MyLife сборке продавались какие-то там болгарки, гриндеры и еще чего-то. Ну а здесь мы видим стандартный набор, GPS, рации и тому подобное. Хочется увидеть на самом деле уже что-то новое. Какие-то новые инструменты, может быть модельки инструментов. Но это не про этот проект. Следующий магазин, который выполнен примерно так же, но находится в баре. Это продовольственный магазин, который тоже особого интереса у нас не вызывает. Двигаемся дальше в сторону лицензирования. А вот тут уже начинаются какие-то изменения. Начнем с того, что лицензию на право вождения вам надо не покупать, а получать в автошколе. То есть на проекте есть автошкола. Автошкола выглядит вот таким вот образом. Ничего интересного в принципе нет. Да и если говорить про то, как она выполнена и что там надо делать, вы сейчас это видите. Мы просто ездим по маркерам. Я в принципе все время против вот такого вот решения. Потому что я считаю, что вот езда по маркерам, она только тратит ваше время и ничему вас не обучает. Не добавляет вам какого-то навыка. Это просто вот такая вот механика, которая, я бы сказал, на любителя. Я все время это ругаю и на проекты GTA, ну и вот пришло это и в арму. Езда по триггерам, я считаю, это не особо интересно. Но тем не менее, здесь это есть. И этот скрипт я уже показывал. Его используют как минимум еще два проекта, то же самое. Но вот на этом проекте, на Sunrise, езда очень короткая. Мы едем буквально, ну то ли 7, то ли 10 триггеров, маркеров вот этих вот надо проехать и все, езда закончилась. Причем дается что-то очень много времени. Ну, видимо, таким образом авторы не хотят нагружать игрока вот этим вот сдачей на права. Поэтому быстренько проезжаем, все, права мы получили. Эти права действуют на весь транспорт. Ну, на весь колесный транспорт. Вот лицензию уже на право вождения вертолета самолета нужно по-прежнему покупать в лицензионном центре, в который мы сейчас и отправимся. И уже при подходе к лицензионному центру мы встречаем первый баг, который выглядит вот таким вот образом. Не подходя к зданию, я даже не вижу, как выглядит здание, на где-то расстоянии 50 метров уже срабатывает взаимодействие. Ну и, в общем-то, это экономит нам время. Не надо идти и смотреть на это здание, к тому же, что оно ничего из себя не представляет. Ну, а меню выглядит вот таким вот образом, из которого можно понять, что лицензируется только вот то, что вы видите. Трудовая деятельность на этом проекте не лицензируется. То есть, можете заниматься чем хотите. Добывать абсолютно любой ресурс этого проекта без какой-либо лицензии. Но, здесь включается другое но. Денег подъемных вам не хватит на то, чтобы заниматься полноценно каким-то фармом ресурсов. Поэтому здесь есть биржа труда. Данную биржу труда я показывал. Первые упоминания о данной бирже труда были еще на проекте Родос, который я как-то показывал. Здесь сейчас будет ссылочка. Вы сможете это дело сравнить. Но, здесь есть тоже эта самая биржа труда, на которую вы можете взять стандартные работы. Работы для новичков, так называемые. На некоторых проектах к этому скрипту рабочих занятий еще и привязано прокачивание уровня. Здесь же этого нет. Вы просто зарабатываете первые деньги этими занятиями. Ну, вот одно из них. Это доставщик почты. Стандартная, в общем-то, работа. Сюда просто вот она прикручена к этому скрипту. Остальные показывать не буду. Если интересно, вот на проекте Родос вы можете посмотреть. Еще перед этим я показывал, наверное, пару проектов. Тоже где есть вот эта биржа труда. И тоже есть эти занятия. Тоже сборщика грунтов, там работа на автобусе, электрика, ну и тому подобное. Можете посмотреть, вот как я сказал, первое упоминание о данном скрипте было еще на проекте Родос, которого, к сожалению, сейчас нет. Как и нет у проекта Монополия, на котором тоже когда-то стоял именно этот скрипт рабочих занятий биржи труда. Вот по этой ссылочке сможете посмотреть, какие там рабочие занятия были и как это выглядело на проекте Монополия. Я же для себя взял почтового служащего, вот это вот обычная стандартная работа. Просто из-за того, что я знаю, как устроена эта работа и что здесь я точно смогу заработать, взяв первую и двадцатую точку. И действительно, зарабатываешь больше 100 тысяч, 107 тысяч, в общем-то получается за один рейс. Едешь обратно, еще 107 тысяч. Таким вот образом я заработал на первую машину. Из чего следует, что экономика на проекте достаточно легкая. Никакого задротства я не увидел. Зато увидел, как летают в воздухе вот эти вот желтые почтовые точки. Да, они раскрашены в цвета DHL, коробка тоже раскрашена в цвета DHL, но они летают в воздухе. Также в воздухе летают и некоторые переработчики, которые выглядят стандартно. Черные ящики с вентиляторами, но вот они подвешены в воздух. Тоже такая вот есть небольшая проблемка у данного проекта, но оставим это на совести разработчиков. Они только открылись, надеюсь, что очень скоро поправят всю координацию и сделают точки нормальные на земле. Ну и двигаемся дальше. Работу этого почтового служащего показывать не буду, потому что просто нечего тут показывать. Подписывай документы, пожалуйста. Хочешь, типа вот по совету, возьми, короче, себе Tempest в аренду. И все, и вот самый лучший вариант. На Windows, Windows. О, Алекс Афтон? Да. Эрзон? Да, да. Здравствуй. Здравствуй. Обзор перейти пришел. Конечно, надо же вас обосрать-то. Нормально. Ну давай только, мы за здравую критику. Да и я, друзья, тоже за здравую критику. Правда, не так бурно ее выражаю. Далее мы с этими полицейскими, вернее с одним из них, поехали в магазин грузовиков, потому как я уже заработал более 300 тысяч, плюс эти полицейские еще помогли мне какой-то копеечкой, для того, чтобы я мог показать, ну и купить для себя какой-то транспорт. Надо сказать, что хоть и мы за здравую критику, но я должен сказать, что на данном проекте, ну, нету интересного транспорта. Здесь стоит D3S-пак, который, в общем-то, уже, надо сказать, приелся. Машинки однотипные, однообразные, которые мы можем встретить, наверное, на любом проекте в нынешнее время. Все используют вот этот вот пак автомобилей, поэтому то, что вы видите, то и видите. Вот такой вот автотранспорт. Правда, есть одна изюминка. Сюда добавили вот такого вот Ford, который носится 200 с лишним километров в час, но, правда, у него небольшая грузоподъемность, но, тем не менее, это считается грузовиком. Здесь есть интересные точки добычи ресурсов, которых мы сейчас коснемся. Я же для себя, для того, чтобы просто показать вам, ну и чтобы картинка была более антуражная, выбрал вот этого вот грузовичка GMC-шку. Он красивый, он хорошо прорисованный, он вместимый, ну и на нем гораздо проще будет фармить для новичка. Да, скорость здесь у грузовиков небольшие. 90-100 километров в час. Скорости небольшие, но это же грузовики. Тут как бы надо на это давать поблажку. Я показывал проекты, где ездил МАЗ со скоростью 280 километров в час. Ну, я, например, считаю, что это лишнее. Здесь же грузовики в скорости урезаны. 90-100 километров. Спокойненько ездим. Ну, поблагодарим дружелюбных полицейских за помощь. Какую смогли, такую оказали. Отметим, что возле магазина стоит банкомат, что тоже является огромным плюсом, потому что магазин на отдалении. Бегать никуда не надо. Снимаем денежку, покупаем машину и выдвигаемся уже на точке добычи ресурсов. Посмотрим, как они здесь выполнены. И действительно, здесь есть на что посмотреть. Как и в целом на проекте, в общем-то, есть на что посмотреть. Но давайте все по порядку. Сначала точки добычи. Первой же точкой добычи я выбрал для себя точку добычи меди. Просто проезжая мимо, я заскочил, чтобы ее вам показать. Вот так вот она выполнена. Да, к сожалению, зацепил я ее в ночное время, но мне кажется, что даже немножко антураж не получилось, потому как в лучах лунного света эта полянка выглядит вот таким. Это даже не полянка. Как вы можете заметить, авторы сделали углубление. Теперь это некий карьер, который вот так вот еще и оформлен. Стоят гаражи, в которые можете поставить свою машину. Если вы, например, не хотите сейчас продолжать фарм, можете закрыть машинку там. Там же стоит антуражная техника. Естественно, она не живая. Это просто антураж. Но, тем не менее, выглядит это все очень и очень симпатично. Как я и сказал, в общем-то, большинство точек добычи здесь как бы переработаны и сделаны вот такая вот атмосферность и уют. Но мы выдвигаемся на следующую точку, которая называется точка добычи алмазов, которая, в общем-то, является такой фишечкой этого проекта. Не самой главной, но, тем не менее, ее я решил показать, потому что выглядит она вот таким вот образом. Авторы сделали такое вот нагромождение камней, в которых есть пещеры. И в эти пещеры надо заходить. Можно подплыть с моря, можно зайти с берега. Да и вот здесь происходит добыча алмазов. Смотрите, как это сделано. Вам не только туда не заехать, вам туда еще и не зайти. Приходится туда заползать. Именно заползать. Это пещера. Вы заползаете, добываете здесь какой-то ресурс. В отличие от карьера, где добывается медь, я не стал там акцентировать внимание, там стоит старая, вы, наверное, заметили, старая схема добычи, где появляются объекты. Вы эти объекты собираете. Кстати, скорость объектов, сбор объектов, это с учетом ВИПа. При заходе вам дается ВИП-3. Так что скорость добычи это с учетом ВИПа. К сожалению, мне не удалось от нее отказаться. Вот мне ее дали при заходе, поэтому и дали. Обычно я отказываюсь от ВИПки, чтобы показать базовые характеристики. Но здесь вот мне пришлось работать с ВИПкой. Так что смотрите, и цены, и скорость сбора, и скорость переработки, это все с учетом ВИП-3. Так вот, возвращаемся сюда. Здесь, вы можете заметить, стоит не такая схема сбора ресурсов. Здесь даже инструмент не нужен. Мы собираем все руками. И идет автоподбор. И так, я думаю, решили разработчики сбалансировать сложность этой точки, сложность доступа к этому ресурсу, но зато быстрый сбор этого ресурса. Если медь мы колотим, появляются объекты, мы эти объекты собираем, перекладываем машину, то здесь мы просто нажимаем пробел, идет автоподбор и автосбор ресурса. Но попасть в эту точку достаточно сложно. Вы это сейчас можете заметить. Ползать придется очень много. Ползать на брюхи. Но данная точка является максимальной, топовой, вершиной этой экономики. То есть, здесь ваш профит достигнет максимума. Все, что можно заработать максимально, вы заработаете именно вот на этой точке. Все остальные ресурсы, конечно же, уступают по степени доходности. Наверное, с этим же связана и логистика, которая вокруг этой точки. Я посмотрел по карте, и сейчас вам покажу, как это выглядит, сколько надо проехать, сколько точек надо посетить. На самом деле, выходит очень большое расстояние. Я не уложился даже в бурю. Да, я отходил от компьютера, я не лошадь, я не могу бежать в одном и том же направлении. Я иногда отхожу по своим делам, по телефону, решаю какие-то вопросы, поэтому я отвлекался, и я не уложился за одну бурю. Видимо, так специально сделано, чтобы топовую точку особо не обузили, то есть не эксплуатировали один и тот же ресурс, а занимались чем-то еще и другим. Наверное, исходили из этого, я не знаю. Но действительно, я устал этим заниматься, и в бурю я не уложился. Но, тем не менее, данная точка и то, как разработчики подошли к ее исполнению, мне понравилось. Это может быть, опять, как я уже говорил вначале, не прорыв, но это и не старье. Это что-то новенькое. Этим интересно заниматься, это хочется попробовать, в этом хочется покопаться. Ладненько, покидаем это прекрасное место, и передвигаемся в сторону переработки. Повторюсь, что ехать придется очень долго. Пробеги здоровенные машины, ездят медленно. Именно поэтому, мне рекомендовали взять того самого Форда зеленого, про которого я говорил в автосалоне, который ездит 200 с лишним километров. Именно на нем, основная масса игроков, и фармят эти вот алмазы. Ну, а я, как и положено, потихонечку ползу в сторону переработки. Вот таким вот образом сделана переработка. К сожалению, здесь ничего антуражного, красивого, уютного мы не видим. За исключением того, что вот этот вот аппаратик, он летает в воздухе. Ну, а сама переработка мне показалась странной. Во-первых, здесь есть возможность перерабатывать сразу машину, но она по какой-то причине не работает. По какой именно причине, мне узнать не удалось. К моменту завершения ролика на проекте уже никого не было, было позднее время, было 4 часа ночи, поэтому спросить у кого-то у меня не было возможности. Но такая механика, вы можете заметить, есть, но она по какой-то причине не работает. Может быть, нужна випка, может быть, нужен какой-то уровень. Я не знаю. Действительно не знаю, но эта механика очень интересная. Она полезная, она ускоряет процесс переработки, ну и вообще полностью процесс игры. Но она у меня почему-то не работала. Но тут есть и вторая механика, которая, в общем-то, нам привычна. Берем какое-то количество, перерабатываем, ну и потом опять. Скорость переработки вы тоже видите. Это с учетом випа, я уже говорил. У меня випка 3 уровня, она дается всем, кто зайдет на этот проект. На какое время, я уже не помню. Но это вот скорость переработки с учетом випа номер 3. Ну и вот так вот это выглядит. Жаль, конечно, что разработчики не добрались до точек переработок, и они, в общем-то, выполнены стандартно. Вообще, это такая тенденция. На многих проектах точка добычи делается красивой, какой-то уютненькой такой, а переработка как-то вот идет боком. Как бы, ну, поставили вот этот ящик около ангара, и пускай он так стоит. На многих проектах мы можем это увидеть. И этот не исключение. И еще раз скажу, жаль, потому что, если бы дополнить точки сбора ресурсов и объединить такой же красотой с точками переработки, сделать некие кластеры в одном стиле, это дополнило бы красоты для промышленного направления данного проекта. Ну, а так, мы видим то, что видим. Ну, раз уж мы все-таки коснулись красоты, то давайте посмотрим, что еще есть на этом проекте. И я уже говорил в самом начале, что города изменены. Ну, и вот пришло время посмотреть на изменения в глобальном масштабе этого проекта. Мы уже можем заметить, что изменены текстурки земли, текстурки дорог, некоторых второстепенных дорог тоже поменены. Ну, и давайте же посмотрим в общей массе, как выглядит проект. А выглядит он действительно красиво. Как я и сказал, города сделаны очень и очень грамотно. Вы можете заметить, есть добавленные города, добавленные острова, на них добавлены города, но есть и города, которые мы уже знаем, там, например, Атира, та же Ковала, они полностью переделаны. Они уже не похожи на стандарт. Это очень компактные и очень, я бы сказал, красивые города. И можно заметить, непривычное глазу, изменение самой структуры города. Да мы уже привыкли, что на большинстве проектов меняется архитектура низкоэтажного строения. Вот малоэтажные, одноэтажные, двухэтажные домики меняются с желтого, например, на голубенький, на розовенький. Здесь же пошли более глобально. Видите, здесь делается городами, вот прямо такими вот микрорайонами. И сделано, кстати, действительно очень красиво. Вот прямо смотришь и понимаешь, что, ну да, человек разбирается в дизайне и умеет строить город. На большинстве проектов меняются только вот одноэтажные домики, двухэтажные домики. Здесь же шагнули дальше. И действительно, это радует глаз. Не могу я обойти стороной и отдельно стоящий остров, ну, в простонародье, называемый остров Крым. Он тоже изменен. Вообще, в целости, если смотреть на проект, он чем-то напоминает проект Тиранос. Ну, вот на проект Тиранос вот здесь будет ссылочка, можете посмотреть. Но и этот проект очень похож. Если добавить сверху карты еще и снежные горы, то это будет практически один в один, как Тиранос. Да, на Тираносе может быть все-таки покрасивее, потому что есть строение, есть оазисы. Здесь же Крым выполнен вот таким вот образом. Строений очень мало. Ну, и это какая-то такая вот, как зона отчуждения, что ли. Ну, я бы сказал, наверное, нежилая зона, что ли. Но выглядит это все равно очень красиво. Вот эти вот изменения текстурок, изменения покрытия ландшафта, все это выглядит очень и очень здорово. Это бросается в глаза, это, ну, невозможно не заметить. Это отход от стандартизации, который я всегда приветствую. Мне, например, это мое личное мнение, но мне всегда приятнее смотреть на арму в новом обличии. Если одеть старую одежду, человек будет выглядеть, ну, как-то вот помято, да? Ну, как только он покупает новую одежду, свежую, он выглядит по-другому. Точно так же и с проектами. Вот одели проект в новую одежку, и он уже выглядит свежее, он выглядит интереснее. Это мое мнение, у каждого оно свое. Многие мне пишут, что нам лучше стандарт. Ну, хотите стандарт, играйте на стандарте, слава богу, что таких проектов море. Этот же отличается. Я в самом начале ролика сказал, что да, это непрорывной проект, и в основном здесь уже то, что мы видели. Но он и не старый, он все-таки движется каким-то образом вперед, что не может не радовать. Ну, и да, на этом проекте есть еще ряд косячков, которые я просто в силу времени не успеваю показать. Так, здесь очень долго висят таблички, там вы открыли машину, эта табличка, вы открыли машину, висит по 5, там может быть, даже и больше минут. Есть какие-то непонятные полоски в автосалонах, которых я, кстати, вам, в общем-то, и не показал. Ну, я говорил, да, что здесь стоит D3S-пак, поэтому, в общем-то, вы все, кто играет в арму, знаете эти машинки. Машинки продаются в Кавале, машинки продаются в отдельно построенном городе, там продается и стоит автосалон ретро-автомобилей, но там есть косячки, есть машинки, которые без текстурок, есть машинки, на которых просто стоит полоска какая-то. Ну, с этим всем, я думаю, в дальнейшем разработчики разберутся и все это исправят, и летающие, левитирующие в воздухе объекты все это поправят. Ну, а в целом, проект неплохой, очень даже неплохой. Еще раз скажу, что, да, это не прорыв, это не новая сборка, но, тем не менее, это и не нафталиновый какой-то юнион. Поэтому, мое мнение, можно зайти и можно поиграть. Ну, и на этом, наверное, будем закругляться. Больше мне вам здесь показать нечего. Проект вот такой вот, какой вы его сейчас увидели. Заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok